Нижнекамцы задолжали коммунальщикам четверть миллиарда рублей. Окончено 950 производств на сумму более 35 миллионов рублей. Как возвращаются долги? Происходит изъятие денежных средств на месте. Кто страдает от неплательщиков? Совещание ради благосостояния. Что происходит в сфере дошкольного образования? Из теории в реальность. Дипломная работа студентов оценили специалисты. Первый раз с визитом в Нижнекамск. Президент Академии наук республики поговорил со студентами. Решил помочь, получил смертельную травму. Когда переносил бетонную мешалку электрического, она на него прокинулась. Несчастный случай в поселке Камский. Украл колбасу, а поймали с наркотиками. У нижнекамца нашли опий. Что подарила осень? Малина была, крупная патриция. Где проходит выставка необычного урожая. До победы хватило 30 минут. Нефтехимик подбирается к лидеру чемпионата. Великолепная семерка. Нефтехимик начинает участие в очередном сезоне чемпионата КХЛ. В прямом эфире Нижнеканские новости. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. Аварийные детские сады починят, а в новых микрорайонах построят новые. Сегодня у работников дошкольного образования прошло рабочее совещание. Тем, которые затрагивали было очень много, и все они без исключения очень важны. Айгуль Яблонская с подробностями. До начала конференции Айдару Митшину показывают новое в сфере развития образования дошколят. Это необычный планетарий, где ребенок в комфортном для себя положении смотрит фильмы и тем самым изучает окружающий мир. Изображение ложится на всюную треть часть поверхности, то есть 360 градусов. Уже в самом зрительском зале всех участников конференции приветствуют дети. Дошколята в стихах рассказывают, что нового произошло в детских учреждениях города. А вот 91, 86 и 73 детские сады стали в этом году лидерами в рейтинге лучших дошкольных учреждений Нижнекамска. С таких хороших новостей начала свой доклад начальник управления дошкольного образования. Инга Багавеева подметила, что открытие новых детских садов в новых микрорайонах заметно улучшило ситуацию с очередностью. Также на суд коллег она предложила новую систему комплектования детей. То есть если нет мест в своем микрорайоне, ребенок временно идет в садик соседнего района, при этом сохраняя свою очередность. Много говорили о том, что было сделано в детских учреждениях. Только за последние три года в детских садах за счет привлечения внебюджетных средств было оборудовано 5 галакамер, 4 массажных кабинета, 1 ингаляторий, 3 сенсорные комнаты. Приобретается современное физиотерапевтическое оборудование. На сцене также выступили и казанские коллеги с рассказом о грядущей модернизации системы образования. Мы в первоклассиках в этом году впервые подвергнем международным исследованиям АйПИПС, готовности наших детей к школе. Замер будет в первом классе дважды осуществляться. Первый в октябре-ноябре в выборочных школах детей. И здесь мы посмотрим, насколько совпадают. Та готовность, тот высокий уровень, который вы обозначаете в дошкольной организации, отправляя ребенка в первый класс, и то, что мы имеем на входе в школу. Мэр города Айдар Меджин тоже принял участие в конференции. Первым делом он поблагодарил всех работников дошкольного образования за их весомый вклад в развитие маленьких нижнекамцев и обозначил планы на ближайшие годы. Мы ставим перед собой задачу при том, что такой большой охват. При этом мы планируем и в следующем году, и в последующие годы, если экономика в целом Российской Федерации Татарстана и Нижнекамского муниципального района будет позволять, то мы будем продолжать строить детские сады в новых микрорайонах, как в новых, так и в некоторых старых. В частности, в следующем году мы планируем и вошли уже в принципе в проект программы строительства детских садов в 31 микрорайоне. Необходим детские сады в 35 микрорайоне. Мэр города сообщил еще одну хорошую новость. В ближайшем будущем должна решиться проблема аварийности и ветхости детских садов. В следующем году мы начнем эту работу, которую я уверен, и мы с президентом говорили по этому поводу, перерастет в полноценную программу, аналогичной программе капитального ремонта общепрозывательных школ. В конце мероприятия отличившихся наградили благодарственными письмами и дипломами. Айгул Леблонская, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Долг нижнекамцев перед ЖКХ уже составил четверть миллиарда рублей. Департамент предпринимает все новые меры по взысканию долгов. Совсем скоро на дорогах города регулярно будут дежурить сотрудники ГИБДД с системой дорожный пристав. Чего можно лишиться, не платя по счетам, расскажет Алмаз Кашаев. Кроме должников есть и такие жильцы, которые промышляют хищением электроэнергии. В этой квартире жильцы на прибор учета установили так называемую перемычку, благодаря которой почти половину из счетов за электричество оплачивают другие жители дома. В присутствии участкового и свидетелей этот факт зафиксировали и устранили. Нарушителям грозит наказание в виде начисления всех похищенных киловатт энергии. Как раз так называемый этот жучок, который влияет на потребление данной квартиры. Подобные работы проводятся не только по электрической энергии, также охота производится по квартирам на факт выявления установки магнитов. То, что, например, некоторые квартиры установили магниты. Также занижает потребление воды. Это все складывается и ложится на те квартиры, можно сказать, соседние, в виде ОДНа. На сегодняшний день в городе более 9 тысяч квартир с долгами за ЖКХ. Коммунальщики недосчитываются более 250 миллионов рублей. Службы взыскания задолженности ежедневно готовят материалы в суд по долгам. Кроме этого принимаются самые разные меры воздействия. В 2014 году служба судебных приставов окончена 950 производств на сумму более 35 миллионов рублей, что, в свою очередь, также является очень хорошей работой. Скоро на дорогах города появятся системы дорожный пристав. Совместно с сотрудниками ГИБДД приставы будут останавливать машины должников и взыскивать долги на месте, вплоть до конфискации автомобиля. Все зависит от величины задолженности. Неплательщиков будут определять по номеру автомобиля. Проверяются имущественные положения. То есть был наложен арест уже на одно автотранспортное средство. Значит, также происходит изъятие денежных средств на месте. И погашается задолженность. Этим летом технику уже привозили в Нижнекамск. Всего за один рейд было конфисковано 5 автомобилей. Из-за должников, как правило, страдает весь дом. Из-за неуплат управляющим компаниям просто-напросто не хватает денег на проведение капитальных ремонтов строительства детских площадок. Из чего следует, что благоустройство наших дворов в наших руках. Алмазка Шефрин, Атхарасов, Марсель Джураев. Новости НТР. Переселенцы из Украины продолжают приезжать в Нижнекамск. Все они могут рассчитывать на получение статуса беженца и временное убежище на территории города. Зарегистрировавшись, они могут начать искать работу и жилье. Правда, работает это постановление, если у людей есть принимающая сторона. А вот тем переселенцам, которым некому ехать, приходится тяжело. Светлана Шумкова продолжит. Трехлетний Андрей уже знает и видел, что такое истребитель, танк и автомат. Правда, пока мальчик не понимает всю опасность военных действий. На вопрос, было ли страшно, ребенок говорит нет. Я их выливать буду. Зато сильно переживала за Андрея и его младшую сестру Аню, их мама Анжела. Обстрелы в Донецке, откуда приехала семья Васильевых, не прекращаются, рассказывает женщина. Ситуация очень у нас страшная. У нас детки жили и в подвалах, были и боялись. Знают, что такое истребитель, что такое самолеты, что такое пушки. Пять дней назад Анжела с мужем, братом и двумя детками смогла приехать в Нижнекамск на собственной машине. Родных здесь у них нет. Идти некому. Трое суток, пятеро человек жили в автомобиле. В ФМС их не регистрируют. Нет принимающей стороны. Помощь пришла неожиданно. Мы приехали в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник были выходные. Во вторник мы пришли в ФМС. И стоя в очереди, нас увидела девушка. Она услышала о том, что мы находимся в машине, предложила остаться у нее с ночевкой. Мужчин сейчас из Украины не выпускают, так как они военнообязанные. Васильевым повезло. Пересечь границу им помогли ополченцы. Пока семья живет у неравнодушной Нижнекамки. Они очень нуждаются в жилье и работе. Если вы не хотите остаться в стороне и можете чем-то помочь этим людям, звоните нам. Телефон 077. Светлана Шумкова, Ренат Харасов, Евгений Лызаев. Новости НТР. Нижнекамский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 26-летнего нижнекамца. В начале июня молодой человек в ходе пьяной суры нанес своему знакомому несколько ударов ножом. С тяжелыми телесными повреждениями потерпевший был доставлен в больницу, где на следующий день скончался. Сегодня состоялось первое слушание с опросом свидетелей убийства. Приговор пока не вынесли. В результате поступления действия тупатуры на Юсупово было причинено телесное повреждение в виде колото-резанной раны в области проникающей брюшной полости с душным пространством с повреждением печени и ее сосудов, в нижней доле вены, почечной артерии и вены справа с кровотечением в душную полость, причинивших тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни и создают прямой причине связи с наступившей смертью. В пределах в душных действиях тупатуры направлено на убийство Юсупово. В 16 июне 2014 года в 1 час 10 минут в Нижнекамской городской многопрофильной больнице наступил свет потерпевшего от вышеуказанного телесного повреждения колото-резанной раны, проникающей в нужную полость с душным пространством с повреждением печени. Из УВД просочилась информация о недавнем побеге с Нижнекамского следственного изолятора. Как сообщает портал «Бизнес онлайн», 22-летний Кирилл Норкин воспользовался моментом и пролез через решетку шириной примерно в 20 сантиметров. Цель побега была отомстить знакомому, который якобы его подставил. Ошибкой беглеца стал телефонный звонок своему обидчику по сотовому телефону. Он предупредил его, чтобы тот сидел дома. Опасаясь расправы, молодой человек немедленно позвонил в полицию. Избежавшего парня задержали в квартире этого знакомого. На воле он пробыл не три часа, как говорилось ранее, а сутки следствие ведется до сих пор. Несчастный случай в поселке Камске. 50-летний мужчина при проведении строительных работ получил удар током, он скончался на месте. Инцидент произошел 2 сентября в одном из дачных массивов поселка, где погибший подрабатывал. Пожилой мужчина заливал бетоном дорожки в огороде с помощью электрической бетономешалки. Удар током рабочий получил от строительного агрегата. Когда переносил бетономешалку электрического, она на него опрокинулась, придавила его и таким образом и запкнула, и он получил удар электричества. Совершил мелкое хищение, а сидеть будет за хранение наркотиков. Мужчина в магазине «Полушка» пытался украсть колбасу, но когда его заметили сотрудники магазина, он скрынул не только похищенное, но и шприц с жидкостью. Полицейские установили, что в нем находился ацетиллерированный опий весом меньше грамма. На мужчину составлен административный протокол по статьям потребления наркотических средств и мелкое хищение. С рабочим визитом в Нижнекамске побывал министр образования республики Энгель Фаттахов. Вместе с мэром города они побывали в техникуме нефтехимии и нефтепереработки. Напомним, на базе именно этого учреждения в рамках республиканской программы развития профобразования до 2020 года решено создать ресурсный центр по подготовке рабочих кадров для предприятий нефтехимической отрасли. О том, как осваиваются республиканские деньги нижнекамскими специалистами, узнавала Анастасия Шакирова. К таким делегациям в техникуме уже привыкли. Сейчас на ремонт здания и на учебное оборудование уже затрачено чуть больше 100 миллионов рублей. Капитальный ремонт, как и планировали, рабочие завершили к началу учебного года. Что касается оборудования, то его будут поставлять вплоть до Нового года. Впрочем, лаборатории и техникума уже сейчас не пустуют. Гостям показали гордость учебного заведения. Аналог опиратный для подготовки аппаратчиков и операторов нефтепереработки. Здесь студенты в режиме реального времени могут контролировать различные технологические процессы. Этот кабинет полностью аналогия операторная, как на Нижнекам Техим, как на Танека и других предприятий. То есть в этом кабинете они уже точно могут представить себе вот эту ситуацию, как будто бы они занимаются технологическим процессом, то есть изучают какую-то схему, запуск колонны и так далее. Рабочие кадры для предприятий нефтехимической отрасли на базе ресурсного центра будут готовить на тренажерах, аналогов которым в республике нет. Министру показали еще одну учебную установку. Это разработка преподавателей техникума совместно с сотрудниками предприятий. Точная миниатюра оборудования, на котором работают химики. Неполадки, с которыми в реальной жизни приходится сталкиваться специалистам, во время уроков преподаватели создадут искусственно. Стоит это оборудование почти 2 миллиона рублей. На этом учебном тренажере из кабинета этажом выше педагоги будут готовить аппаратчиков. Он тоже уникален по своей природе. При подготовке специалистов такое оборудование будет просто незаменимо. Ведь теперь своеобразную практику можно будет проходить прямо в стенах учебного заведения. Задача как раз в этом, чтобы здесь научить практики той, которая применяется на промышленности. В общем, своим визитом министр образования остался доволен. Уже решено, техникуму выделяют дополнительные средства на ремонт фасада и благоустройство территории. Анастасия Шакирова, Екатерина Разина, Евгений Лызаев. Новости НТР. Не все дипломные работы студентов остаются в архивах учебных заведений. Некоторые проекты имеют шанс на реализацию. Сегодня в муниципалитете поздравили авторов лучших дипломных проектов на приз главы. Как это было, расскажет Алсу Яматова. Всего за 12 лет проведения конкурса дипломных работ на приз главы в нем приняли участие 400 студентов. 170 из них получили дипломы. В этом году было выставлено 26 работ. Темы были самые разные. К примеру, речевая зарядка на уроках русского языка или проблемы трудоустройства инвалидов в России. Вообще в конкурсе дипломных проектов два направления – гуманитарное и техническое. Вячеслав Кабанов выбрал второе. Его работа называлась «Разработка автоматизированной системы управления пуском установки предварительной дебутонизации цирья». И, как признается молодой человек, дипломный проект помог ему устроиться на хорошую, высокооплачиваемую работу. Я работаю непосредственно в области, связанной с моей профессией, на которой я обучался 5 лет. На данный момент работаю ООО «Танека». Непосредственно моя должность связана с проделанной мной работой. Конкурс проходил в два этапа. Сначала лучшие проекты выбирались на уровне учебного заведения. Потом нужно было защититься перед членами комиссии, практикующими специалистами. Причем не просто защититься, а доказать, что этот проект может быть реализован у нас в городе или на предприятиях химической и нефтяной промышленности. Примеры есть. Один-два каждый год, они в любом случае бывают. У нас практически ежегодно почти по заказу информационного центра нашего выполняются работы. То есть работы в области информационных технологий, облачных технологий. Начиная вплоть от элементарного составления расписания, заканчивая до, скажем так, логистики и выстраивания рабочего дня сотрудников каких-либо организаций. Авторами лучших проектов стали 25 молодых нижнекамцев. Их сегодня наградили дипломами и поощрили материально. Заместитель главы Эльвира Далатказина не раз повторила, что гордится молодыми нижнекамцами. В нашем городе создана прекрасная площадка для реализации самых смелых проектов. Мы должны гордиться своим городом и перестать клевать его, в том числе и ВКонтакте. Сегодня, перед тем, как к вам идти на встречу, я тоже такая же, как вы интернет-пользуете. Конкурс дипломных работ, в Шелксан-Дище, проводится, как и другие проводят. Я пролистала несколько страниц в Яндексе, в поисковике. Нигде не проводится конкурс дипломных работ. Никаких городах. Конкурс действительно уникальный. Иначе он бы не смог просуществовать 12 лет. И с каждым годом интерес к нему растет. А участники для дипломных проектов выбирают все более сложные темы. Хочется быть примером, в первую очередь, для других. И, может быть, для родных, чтобы они ценили и видели то, к чему я стремлюсь и чего достигаю. Алсу Юматова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Будущее высшего образования в городе и республике. На эту тему беседовали студенты с президентом Академии наук республики. Александр Акишин узнавал, станет ли в городе меньше институтов и какие специальности востребованы. Такого гостя в Нижнекамске еще не было. С деловым визитом к нам приехал президент Академии наук республики Макзюм Салахов. Своё выступление перед преподавателями и руководством вузов и СУЗов он начал с обсуждения главных проблем системы образования. По его словам, для большинства молодых научных деятелей до сих пор отсутствуют условия для работы. Именно поэтому они и переезжают за границу. Проблема эта касается не только Татарстана, но и всей России. И тому есть подтверждение. Сейчас многие институты приглашают на чтение лекций иностранных специалистов. 80% случаев это бывшие россияне. За работу им приходится платить в десятикратном размере. Да и польза, уверяет Макзюм Салахов, от таких лекций не очень много. Нужна систематичная работа, нужны лекции. Думаешь, что будет ли он 20 лет за 10 дней прочитать, а другой будет ли он 20 лет, и нам семестр читать, нам же всё укладывать, всё. Мы же знаем, как этот процесс обучения происходит. Ведь я уж, может, грубо говоря, никто, я на советах так говорю, никто не обменял 9 месяцев. У каждого процесса есть свои 9 месяцев. Поэтому эти моменты существуют. От проблем российского масштаба разговор перешёл к местным. Нижнекамское образование и стало главной темой для большинства вопросов. Какими вы видите перспективы вузовской науки в таких городах, как Нижнекамск? Ведь у нас Нижнекамск промышленный город, промышленная зона. А существует такое направление в правительстве, что в малых городах вузы надо сокращать, и всех студентов переводить в большие города. Сокращение количества вузов ситуацию не исправит. По крайней мере, так считает президент Академии наук. Именно институты и создают моральный и культурный облик общества. Поддержал тему и мэр города Айдар Медшин. Он заявил, что главные институты Нижнекамска будут работать. МХТ, КАИ, это наши вузы, которые являются поставщиками квалифицированных специалистов на наших промышленных предприятиях. Ничто разное. Все ради чего мы, имея такие промышленные гиганты, должны у себя здесь готовить высоко квалифицированных специалистов. Но безоблачным небо будет не для всех. В заключении Айдар Медшин недвусмысленно дал понять, что с вузами гуманитарными в нашем городе действительно перебор. Значит ли это, что в будущем в Нижнекамске станет меньше институтов, покажет время. Мы же будем следить за развитием событий. Александр Акишин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Нижнекамская певица вновь будет блистать на Первом канале. Алена Томинцева примет участие в новом сезоне проекта «Ледниковый период». Первый выпуск программы и с ее участием мы увидим уже в эту субботу, 6 сентября. Выпускница проекта «Голос» будет выступать в паре с двукратным чемпионом мира по фигурному катанию, участником трех Олимпиад Максимом Стависким. Первый месяц пары будут просто показывать свои номера, а вот уже с пятой недели начнется отсев участников. Сейчас Алена тренируется в день по несколько часов. И это при том, что девушка ни разу до приглашения на проект не стояла на коньках. Необычные малины, кабачки в форме животных. Садоводы поделились своим урожаем на выставке «Дары осени». Цветы, овощи-гиганты и несколько сортов винограда удивляли пришедших гостей. Секрет успешного урожая узнавала Алсу Рахматулина. Для садоводов сегодня особенный день. Свой урожай они представляют на выставке «Дары осени». Здесь и несколько сортов винограда, помидоры-гиганты и цветы. Своим урожаем пришла поделиться и Тамара Фадеевна. Раньше ее пристрастием были роза и хризантемы. Но сейчас она увлеченно занимается выращиванием восьми сортов винограда. В этом году погода была очень плохая, но урожай был все-таки шикарный. Малина была крупная, патриция. Все удивлялись нашей Марине, говорили, что это Виктория. А, пора смотрят, малина. Все, что не посадит Тамара Фадеевна, зайдет и даст хороший урожай. Большими помидорами, своеобразными баклажанами, грушами она каждый год радует своих внуков и всех родственников. Кабачок сегодня здесь в роли утенка. А вот помидоры, морковь и другие овощи удивляют пришедших гостей своими размерами. Для этих садоводов нет ничего невозможного. Вырастить можно все. Кто-то не просто принес овощи, но и приготовил из кабачка суп и испек из ягод пироги. Участниками выставки стали члены клуба «Берегини». На все они находят время, успевают и дом содержать в чистоте, усердно трудятся на садовом участке и просто общаются, регулярно собираясь в центральной библиотеке имени Габдула Тукая. Я, конечно, была приятно шокирована тем, что я сегодня увидела. Все так прекрасно. Они сами своими руками такую красоту, вкусняшку, все это сделали. Просто им огромное спасибо за это. Библиотекари рассказали самым любознательным и о последних книжных новинках по цветоводству и огородничеству. Уже сейчас многие дачники начали задумываться, что же посадят на следующий год. А для того, чтобы урожай был богатым, говорят садоводы, нужно вложить в свой труд немного любви. Сурух Матульна, Ренат Харасов, Новости НТР. Хорошая новость для автолюбителей. Автоваз объявила возобновление программы утилизации. Напоминаем, она дает возможность сдать владельцам свое старое авто и при этом получить хорошую скидку на новый автомобиль. Все подробности далее. В автоцентре «Волна» менеджеры продаж уже вовсю консультируют своих клиентов о предстоящей утилизации. Известно, что программа будет действовать лишь 4 месяца. Запись на получение сертификатов уже началась. 1 сентября стартовала программа утилизации для тех, чьи автомобили просто ждут более 6 лет. Автоцентр «Волна» начал прием документов от граждан, желающих приобрести автомобиль по программе. Скидка на новый автомобиль по сертификату составит 50 тысяч рублей. Автоцентр «Волна» открывает свой осенний сезон выгодными скидками и различными акциями. Порадовшая многих клиентов программа «Лада» по закупочной цене тоже будет действовать весь сентябрь месяц. И, конечно же, подарки. При покупке авто в автоцентре «Волна» у вас есть возможность получить парктроник, усилитель, акустические колонки, детское кресло и другие ценные призы. Более подробную информацию можно узнать у консультантов. Официальный дилер «Лады» в Нижнекамске автоцентр «Волна» находится по адресу улицы Южная, 5 Г, рядом с гипермаркетом «Магнит». Айгуль Леблонска, Ринат Харасов, новости НТР. И на этом у меня все. Далее спортивный обзор Вадима Струйминского и новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что завтра первый выпуск новостей выйдет в 10 часов утра. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Прервали серию поражений. Нефтехимик НОСТа, как это было. Первый блин комом. Я не знаю, почему так получилось. Первым два периода вообще, можно сказать, не играли. Из-за чего реактор проиграл матч открытия. Об этом и не только сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Заказ. Изготовление теплиц, беседок и металлоконструкций. Спешите, мы ждем вас каждый день без выходных. По адресу первопроходцев 14. Телефон 4301-10. Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков». Незаметные внутриушные для детей и взрослых. Телефон в Нижнекамске 32-33-53. ТОНО. Нижнекамск. 220 тысяч населения. Школы, больницы, дороги, жилые дома. И 5 миллиардов рублей на то, чтобы сделать город лучше. Как в Нижнекамске решают городские задачи? Что сделано и что сделать предстоит? Об этом в специальном цикле программ «Городские задачи». Смотрите на НТР. Читайте в 35-м номере газеты «Нижнекамское время». В городе открылся кадетский корпус федерального значения. История из жизни 9-го дома по улице Лесной. Покойник, заплати по счетам. Изменения в жизни водителей. Новые правила и штрафы. Что делать, если ребенок боится врачей? Также на страницах еженедельника «Рецепты от читателей». Детская страничка, новости, спорта и многое другое. Возрастная категория 16+. Поговорим о главных спортивных событиях нашего города в студии Вадим Струминский. Здравствуйте. В эти минуты в Любовом дворце идет торжественная церемония открытия нового седьмого сезона континентальной хоккейной лиги. Через несколько мгновений хоккеисты «Нефтехимика» начнут встречу против Челябинского трактора. На лед нижнекамцы выйдут не только в новом составе, но и в обновленной форме. Все подробности смотрите завтра. А вот «Реактор» уже стартовал в регулярном чемпионате МХЛ. В матче открытия соперниками стали хоккеисты из Новосибирска. Кстати, в прошлом сезоне именно они выбили нижнекамцев в первом раунде розыгрыша Кубка Харламова. Как подопечные Александра Соколова провели свой дебютный матч, расскажет Аделя Сиразова. Российской Федерации и Республики Татарстан. С новыми силами в новый сезон. Торжественное открытие регулярного чемпионата молодежной хоккейной линии традиционно стартовало с гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. В своем первом матче нижнекамцы принимали команду «Сибирские снайперы». Начали игру на равных. Спустя 4 минуты у гостей произошло удаление. Но вместо реализации большинства нижнекамцы тоже отправились на скамью штрафников. Если подопечные Александра Соколова численным преимуществом по ходу периода не воспользовались, то вот гости из Новосибирска напротив на 15-й минуте встречи открыли счет. Шайбой отличился Иван Орлов. Нижнекамцы попытались ответить, но до логического завершения атак дело так и не доходило. Виной тому вратарь снайперов. На первый перерыв команды отправились при счете 0-1. Во втором отрезке встречи территориальным преимуществом больше владела команда соперников. Иван Федотов справлялся с давлением. После игра пошла в пользу реактора. И на 12-й минуте нижнекамцам все-таки удалось сравнять счет. Сделал это 33-й номер Валерий Ткачев с передачей «Гаделя Гумерова». Радовались и болельщики, и хоккеисты недолго. Гости из Новосибирска забили в очередной раз за 5 минут до окончания второго отрезка. Шайбу забросил Владислав Масликин. Несмотря на то, что команда проигрывала, болельщики поддерживали хоккеистов всеми силами. Третий период обе команды провели на больших скоростях, но подопечные Александра Соколова сравнять счет так и не сумели. Как итог 1-2 в пользу сибирских снайперов и первое поражение реактора в этом сезоне. Соперники в очередной раз обидели наших игроков. К слову, в прошлом году именно сибиряки выбили нижнекамцев на стадии первого раунда розыгрыша Кубка Харламова. Я не знаю, почему так получилось. В первом два периода вообще, можно сказать, не играли. Если бы играли два периода предыдущих как последних, то я уверен, что бы мы выиграли. Я думаю, игра в большинстве. Мы где неплохо играли в большинстве, матчи выиграли, мы цеплялись за них. Сегодня в большинстве не сыграли, никак не сыграли. Ну, было два момента, но не сыграли в большинстве. Результаты отрицаются. Чтобы забивать пять, там пять надо выигрывать один в один. Выигрывать, лезть немножко. Не хватило. Следующий матч реактор проведет вновь на домашней арене уже завтра. Нижнекамцы будут принимать омских ястребов. Начало встречи 18.00. Аделья Сиразова, Максим Липин, Новости НТР. Прервали череду неудач. Футболисты «Нефтехимика» провели встречу в рамках первенства второго дивизиона. Противостояли нижнекамцам гости из Новотроицка. Особых проблем в этой встрече наши футболисты не испытали. С каким счетом она закончилась, узнаете прямо сейчас. К этому матчу обе команды подходили не в лучшем настроении. Хозяева потерпели два обидных поражения подряд. Гости и вовсе плетутся внизу турнирной таблицы. После того, как еще один аутсайдер чемпионата команда «Динамо Киров» в прошлом туре неожиданно обыграла «Нефтехимик», стало ясно, в этом матче недооценки соперника со стороны нижнекамцев быть не должно. С первых же минут матча футболисты в синей форме, что называется, перечли от слов к делу. Хорошее владение мячом, резкий контур выпады. Очередная атака «Нефтехимиков», перевод с центра поля на правый фланг, незамысловатая стенка, прострел в штрафную от «Арлашина» и счет открыт. Произошло это уже на 13-й минуте встречи. Очередной гол в свой актив записал Дмитрий Отставнов, еще раз доказав, что именно он является главной ударной силой нижнекамцев. Спустя 15 минут грамотные действия все тех же Отставнова и «Арлашина» принесли результат. Последний выполнил прострел в площадь ворот, завершил атаку Джалилов. 2-0 уже в дебютные полчаса игры нижнекамцы довели свое преимущество до уверенного. Почему-то добивать соперника наши футболисты не стали. Наоборот, они словно убаюкивали оппонентов, а тем самым и самих себя. Опасных ударов до перерыва больше команды не нанесли, разве что единожды гости сподобились на полумомент у ворот Лосева. Начало второго игрового отрезка осталось за футболистами «Ност». Они действовали увереннее и все чаще и чаще выбирались на половину «Нефтехимика». Благо для нижнекамских болельщиков никаких дивидендов гостям эти атаки не принесли. В рамки уверенно стоял наш капитан. Далее обе команды еще по разу обменялись выпадами на ворота, однако счет остался прежним. 2-0 победа «Нефтехимика». Было два поражения подряд от Кирова и на кубок от Оренбурга. Задача была только победа, а вообще другой результат не рассматривался даже. Играли только на победу. Очки уже терять нет смысла. На послематчевой пресс-конференции Андрей Сичихин отметил, что остался доволен всеми линиями команды. Выделять какую-то линию, как отдельно каких-то футболистов, как бы не в моих правилах. То есть у нас есть и теоретические занятия, разборы игры, где можно донести до каждого футболиста, что я имел в виду, или что я хочу от него видеть и так далее. Теперь наши игроки сыграют на выезде. В следующем туре нижнекамцы встретятся с лидером чемпионата Челнинским КамАЗом. На этом у меня все. Далее в эфире прогноз погоды, а затем смотрите новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь. До завтра. Еще увидимся. Автоцентр Марка Нижнекамск представляет Отличники в своем классе Новый Nissan Qashqai и Nissan Juke 5 звезд безопасности Гарантия 5 лет Выгода до 110 тысяч рублей Все еще думаете, где купить Nissan? Звоните в марку 8-555-240-240 Зачем тратить деньги зря? Энергосберегающие лампы потребляют в 5 раз меньше электроэнергии и работают в 8 раз дольше обычных ламп. Только в сентябре в магазинах Тамара скидки 11% на энергосберегающие лампы КЛЛ. Магазин Тамара. Экономно жить не запретишь. Играет музыка МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Металлоторг предлагает широкий выбор металлопроката. Трубы электросварные, профильные, оцинкованные, уголки и швиллера. Листы горячекатанные, арматура и поликарбонат. Профнастил в наличии и под заказ. Изготовление теплиц, беседок и металлоконструкций. Спешите, мы ждем вас каждый день без выходных. По адресу первопроходцев 14, телефон 43-01-10. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА